Просто назвать директор круиза с вами, чтобы было вам комфортно на нашем борту, несмотря ни на какие ураганы и шторма. Погода нас, конечно, очень сильно подвела, но надеемся, что, так скажем, она в дальнейшем исправится. И я продолжу ровную безопасность более подробно. У нас с вами впереди и Рыбинское водохранилище, да, тут большие водохранилища присутствуют. Поэтому, значит, спасательные жилеты находятся у каждого в каюте. Написано, где на стене, если стрелочка вниз, значит, под кроватью лежат спасательные жилеты. Если стрелочка написана на шкафу, наклеечка, значит, в шкафу лежат, на полочке, значит, на полке лежат. У нас на теплоходах три основных вида тревоги. Все тревоги подаются звуковым сигналом и дублируются волосом, повторяются, 3-4 раза. Общесудовая тревога. Один длинный продолжительный сигнал, 25-30 секунд, означает, что на теплоходе что-то происходит, но угрозы нашей жизни нет. Нет, мы еще не должны покидать теплоход. При объявлении общей стрелочной тревоги мы берем спасательный жилет, кладем его рядом с собой и ждем дальнейшего указания экипажа. Вторая тревога, это человек за бортом, как понятно из названия, относится непосредственно к действиям экипажа. Ваша задача находиться в каюте, чтобы не мешать спасательной операции, которая будет в этот момент происходить, конечно, дай Бог. На моей практике были случаи падения, так скажем, человека за бортом, поэтому действительно любопытство туристов очень сильно мешает работе экипажа. Поэтому я процентирую, что ваша задача оставаться внутри теплохода, в зубе своих кают, подчеркиваю, потому что и по трапам, и внутренним все. То есть экипаж перемещается, все дело для того, чтобы человека спасти, поэтому ваша задача находиться в каюте. И третий тревога у нас, самый опасный, это шлюпочная тревога. Звуковой сигнал выглядит, как короткие звонки, такие дзинь-дзинь-дзинь-дзинь, как звонит тимбон. При объявлении шлюпочной тревоги, все, опять-таки, тревоги дублируются и голосом, и звуком. Мы берем спасательные жилеты, ни в коем случае не одевая его внутри помещения теплохода. Выходим к своим каютам, и к вам подойдет старшая группа, закрепленная члена экипажа, которая вас проведет к месту сбора и затем уже к спасательным средствам. И только непосредственно перед тем, как садитесь в спасательные средства, одеваются спасательные жилеты. Печальный случай в Булгарии наверняка вы все знаете, помните. Вот те артисты, Юрий и Дмитриев, которые работают на борту, радуют вас. Я надеюсь, уже вы с ними кто-то познакомился, кто-то еще познакомится. Они, вот как раз шагают, литература, музыкальная композиция. Это у нас Юрий, профессиональный артист Казанского драматического театра. Николай, он официальный Дед Мороз Татарстана всего, то есть у него своя резиденция на улице Валмы. То есть вот такие вот замечательные у нас находятся артисты. Это вот эти артисты с того самого Булгарского рейса, печально известные. Они были в том самом рейсе, они его, соответственно, спаслись. И вот они рассказывали, по их очевидцам, тоже по их рассказам, что действительно очень много погибло людей, потому что начали в панике внутри надевать жилеты. Теплоход начал быстро заполняться водой и, в общем-то, сыграло обратное действие. То есть люди погибли, они не смогли выбрать именно за это, потому что сильный поток воды и как-то плавок просто не дало выбраться. Поэтому еще раз активируем, спасательные звезды, надеваются уже непосредственно жилеты перед тем, как мы должны будем садиться спасать посредством. Опять-таки подчеркиваю, у нас профессиональный экипаж, и наш капитан никогда не будет рисковать вашими жизнями. Что бы там ни говорили, вот как вчера из Казани пробовали теплоходы улететь, их всех вернули, что бы мы никогда не смотрим, как поступают другие теплоходы, мы действуем строго, исходя из нашей безопасности. Это, так скажем, даже у нас с капитаном не обсуждается. Он всегда стремится дать стоянки, он всегда стремится, да, там, если раньше мы приходим, и он не тянет время, то есть мы встаем раньше, вот в Казани вчера раньше пришли, на полчасика, но тем не менее. То есть у нас по городам бывают такие случаи, уличные по практике, если все хорошо, тоже больше даем время. То есть мы всегда вам дадим в городе время, если на то, как возможно. Но если уж нам погодные условия, так скажем, не позволяют, уж, как говорится, не обижайтесь, так скажем, здесь все у нас только претензии к нашей природе, дорогой живите. Вот, значит, по нашей безопасности, уже акцентировала внимание деткам, это наши трапы. Спускаемся, держимся, запорочная крепка вниз, ногу ставим вот так вот, параллельно ступеньки, потому что вот так вот поехать нога может вот как-то ничего делать. Поэтому, пожалуйста, не торопимся вверх, поднимаемся полкорпуса вперед, и тогда с вами на трапе ничего не случится. У нас на наших теплоходах туристического фермограмма на палубах лежит везде зеленый прокрытие. Хорошо тем, что вот именно в такую погоду передвижение по палубе, по железной, было бы крайне так же опасно, сама падала. То есть, какая бы удобная обувь ни была, вот так вот поедет нога, не дай бог, все. У нас, говорю, лежит покрытие, это хорошо. Но, тем не менее, есть участки, наши внешние трапы, которые этим покрытием не покрыты. Поэтому, пожалуйста, особенно в такую водожливую погоду, лишний раз по внутренним трапам лучше передвигайтесь, потому что это, говорю, железно, это прям крайне-крайне-крайне опасно. Еще по нашей безопасности курящие на нашем борту имеются в наличии? Не имеются. Здоровый образ жизни? Я говорю, прям вот от каждого собрания собрания. Просто вот единицы наших курящих туристов, просто, видимо, то ли речные туристы такие стали здоровыми, то ли старого нас все уже так стало оздоровляться. Ну, тогда к вам такое у меня, так скажем, пожелание. Если увидим нарушителей, сдаем, как я все говорю. Вот у нас начальник сужбезопасности тут подходил, и я, мы очень внимательно за всем этим смотрим. Начальник сужбезопасности делает ночные обходы. У нас туристы на носу вышли в 3 часа покурить, начальник сужбезопасности заварил. И они так удивились, они говорят, господи, нет ничего покоя, но ничего не днем. Но теплоход горит 15 минут, мы даже с вами спасательный жилет один не успеем. Ну, сейчас у нас, так скажем, нет нарушителей на нашем борту, у нашего режима. Но в силу того, что в практике в нашей бывают, и в туалетах, и в каютах пытаются перейти, мы все это очень пересекаем, и вас, так скажем, тоже просили, если что-то сигнализируют. А где у них есть? У них место, единственное, отведенное на главной палубе в кормовой части. Мы с вами на носу находимся, корма там, вот с левой стороны, на улице там, и только там, и больше нигде. Потому что иногда, особенно там, в баре посидели, вот как на сэже будет хорошо покурить. Тоже были случаи, покурили сверху, бросили бычок, улетел в соседнюю палубу в этом году. Вот я, наверное, в кладу не шла, но и как-то такой случай был. Поэтому, говорят, вот, ну, это действительно серьезные вещи. То, что я вам говорю, это не для галочки, я знаю, о чем я говорю. К сожалению, мой уже опыт, ну, инвестиционный уже о всех этих вещах, так скажем, печальности уже я имею сегодня. Поэтому, так скажем, бережем себя. У нас на борту есть доктор, который, конечно, есть и часы приема есть, но, естественно, он оказывает помощь медицинскую в любом случае, в любое время суток. Будите меня, будите, там у нас есть дежурные проводники, ночью они там несут вахту. Находите, то есть, если что-то, не дай бог, с вашим здоровьем, есть сомнения, я всегда говорю, лучше предупредить, чем бороться с последствиями. Поэтому обращайтесь за медицинской помощью в любое время. Доктора вы не находите, обращайтесь к нам, к сотрудникам, к экипажу, ко мне. Мы ее для вас найдем, чтобы вы не ходили, где доктор, где доктор. Да, мы все найдем и в любое время суток. А так она вообще живет и работает, у нее кабинет судового медика рядом, и где она работает, на главной палубе слева ее, слева борта нашего теплохода. Там же, недалеко, где можно пулить, у нас находится титан, только внутри теплохода, я выбрал сейчас горячий чай, наверное, не касательно, как будет актуально. У вас в калютах есть графинчики, которые горячую воду вы держите, так что спокойно не бейте, пейте горячий чай больше кому что нравится. Рядом с ментаном находится холодная вода, кулеры с холодной водой, тоже можно взять водички попить. Также кулеры находятся здесь в среднем пролет, этот кулер стоит, у нас всегда их вполне, тоже пользуетесь питьевой водой. Еще, так скажем, из полезностей, владельные комнаты, путешествуем мы длительные, с обратным путем, у нас, ну, вы, если уже поняли, в каждом городе высадка-посадка, мы принимаем на борт пассажиров и, так скажем, остаемся в каждом городе. Вот, поэтому владельная комната наверняка понадобится, она находится на главной палубе в кормовой части, справа по борту, сейчас не буду объяснять, потому что все равно забудетесь, опять-таки нужна владельная комната, девочки, пройдите, которые у вас убирают меня, любого члена герпажа спросите, мы вам покажем. У нас на нашем теплоходе бесплатный Wi-Fi, тоже можете пользоваться. Значит, зона действия – это главная палуба, где мы захотели, ресепшн, там диванчики, там можно посидеть, наш бар в кормовом пролете и зона верхнего ресторана. Еще, ну, в метрах в тридцати даже говорят, что берет с каюты автомобиль, ну, то есть у нас без паролей, без ничего, подключаетесь, пользуетесь интернетом. По ключам. Значит, в этой навигации у меня очень много дисциплинированных туристов уже, которые очень с каким-то удовольствием любят оставаться и нас потом догонять. Значит, в связи с этим, конечно, призываю вас быть дисциплинированными. Но в жизни всякое бывает. Поэтому перед выходом в город обязательно сдаем ключи от каюты. По этим ключам мы определяем, вернулись вы на город. Где-то за 15-10 минут мы уже докладываем там методисту, начинаем объявлять, возьмите, дорогие друзья, ключи от ваших кают. Я уже как тот дозорный, если уже 5 минут, иду на самую верхнюю палубу, где находится рубка, я вызреваю крепкость. Потому что день-два я вас всех очень хорошо знаю. И если, конечно же, вижу, что вот, ну, я вас визуально вижу, что вы там где-то на подходе, да, я, конечно же, капитан, или там, кто у нас по вахте идет, я попрошу, конечно, задержать теплоход по 5 минут плюс-минус. Но, тем не менее, в жизни все бывает. И часы у кого-то отстанут, или еще что-то, да, конечно, я призываю вас быть особенно внимательными, когда мы стоим не первым во рту. Тут я вообще не вижу уже, то есть, когда мы стоим вторым бортом, я смотрю, у меня по ключам все, я вышла на берег через второй борт, смотрю, у меня никто нигде визуально не бежит, я покричала для уверенности, и говорю, все, вроде все дома, все, поехали. Ну, вот, как говорится, показывает уже практика, то есть, не все у нас бывают дома, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Еще по ключам такой момент, так как ключи находятся у вас в единственном экземпляре, вы уже, кто у меня, все, вчера в Казани, сегодня во время уборочного акта с вами прониками познакомились, они убирают ваши каютки, значит, два варианта, либо вы оставляете ключи на ресепшене, уходите на мероприятие, гуляете там куда-то, да, или присутствуете при уборке рядышком, девочки убираются, если вас ставят на ресепшене, значит, на ресепшене ключики будут лежать, если рядышком, значит, убрались, вам отдали. Опять-таки, вот, ну, у нас, так скажем, пострадали от стихийного бедствия, у кого-то какие-то проблемы, вы наверняка уже знаете, что мы все оперативно, то есть, где кому-то какие-то неудобства, опять-таки, у кают очень часто меняются хозяевок, у нас постоянные посадки-выставки, кто-то предыдущий хозяин, где-то не очень аккуратно, чем-то вопросов, пожалуйста, все свои замечания и пожелания на ресепшен, проведники, они же у нас замечания записывают, и у нас оперативно служба все устраняет, чтобы вам, опять-таки, почувствовать, было комфортно. Кто уже в нашем ресторане уже покушали, кто присоединился, там, пойдете, вы, наверное, тоже, я уже обед-то прошел, я просто обед не хотела, поэтому так и говорю, что еще обед, видите, не успела, я себе обед. Значит, кто что-то не кушает, то есть, у вас диета какая-то, да, там, ограничение по питанию, наш диет-ресторан всегда пойдет навстречу, поэтому, если у него, вы видите, не предстоит рыба, жадная, вы хотите рыба отварная, пишите рыба отварная, или салат с майонезом, а вам нужен салат с растительным маслом, да, тоже пометочки делаете, и у вас в директора с ресторана на это всегда, как бы, пойдет, вам повара приготовить то, чтобы вам было для вашего здоровья полезно. И выбранная система блюд, то есть, изначально у вас на сегодня уже было просто, ну, то есть, как бы, вновь прибывшие то, что-то общее питание, от завтрашнего дня у вас уже, вот, вы на битвинге, кому-то уже эти мелёшечки, да, которые вы выбираете меню. И вы уже будете выбирать то, что вам нравится, то, что вам предлагает наш ресторан на выбор. Ну, наверное, с таким организационным моментом все. Единственное, вот еще такое, наверное, скажу, что, ну, может быть, кто-то у нас удивляется, мы пить не везде разрешаем, потому что детей много. У нас есть отведенные, так скажем, можно вам что-то, так скажем, немножечко там употребить, где-то что-то, выпить для настроения. Есть бар и есть на палубе, столики, за баром тоже можно это выпить. У нас начальная безопасность, служба безопасности очень строгий, поэтому, пожалуйста, не обижайтесь. Когда у нас тут где-то на солярии, дискотеке или еще что-то, кто-то пытается там принести с собой выпивку, мы не разрешаем этого делать. Потому что мы за порядок, за то, чтобы всем было комфортно, чтобы у всех были свои зоны отдыха, да, чтобы все было тихо и спокойно на нашем баре. По мероприятиям, значит, у нас вот сегодня только, ну, в силу того, что мы в Макаревске, в настоящее, ну, дай бог дойдет, уже немножечко стих ветер, да, то есть все будет хорошо, причарен, немножечко привознится дискотека. А так у нас отбой обычно в 11 часов, ну, уже, сегодня на полчасика будет, потому что у меня много запутывистов выходит, нужно много, и обычно большими высадками обычно бросить дискотеку подольше, потанцевать, так скажем, еще кое-что, вот, немножечко там на полчасика управляем. А так мы стремимся режим наш соблюдать. Мы с вами живем по программе дня, которая ежедневно вечером увешивается на наших стендах и макаронах. Это первая наша главная палуба, где мы с вами заходили, средняя палуба и верхний ресторан. Ну, если вот такие, как сегодня, я надеюсь, больше катаклизмов не произойдет, но также все регулируем по мере, как скажем, как мы с вами там. Теперь я плавно перехожу к нашей экскурсионной программе. Ну, сегодня, как мы надеемся, будет все-таки Макаревский монастырь, и, если есть желание посетить Затрусиную ферму, то Макаревский монастыр. Это единственный монастырь, который мы с вами приходим к закрытым воротам. То есть мы подошли, я говорю, на экскурсию сотни человек. Они открывают каретку, 40 человек закискают по головам, каретка открывается. Если в этот момент кто-то у меня проходит без экскурсии, они не разбираются, они каретку закрыли, все остались, так скажем, кто-то с экскурсией остались. Я, конечно, все это дело контролирую обязательно. Вот, поэтому прошу погулять в улет можно, коммунистырить самостоятельно, но только после того, как зайдет экскурсионная группа. Минут через 5-7 они обычно пускают. Они очень беспокоятся, что, не дай бог, не заплатившие присоединятся к заплатившим, так скажем. У них вот эта вот особенно матушка на этом зацеплена. Вот, поэтому все желающие пустят, но чуть позже. Или второй вариант времяпрепровождения. Струсиные фермы, это, ну, как понятно из названия, пустят с траусом. Птички, траусы, там, свинки у них какие-то продают. Они там струсинный жир, договорились, с маслежиркомбинатом производят. Полезно очень для суставов. Тут вот такая мини-развлекательная программа. Ну, надеюсь, что все это будет, несмотря на все наши погоды, носочки. Вот так впереди уже что-то даже какие-то, какие-то проститивные. Вот, завтра мы с вами в Нижнем Новгороде спим. То есть, вы как не спите, а мы в это время меняем вам друзей. То есть, у нас есть посадка большая, и поэтому, пока вы отдыхаете, кто-то, ну, вот, конечно, в хорошую погоду, особенно по утрам, прогуливается. Мы стоим в центре, у нас собственный причал, то у фермы Гамма. Поэтому мы стоим практически около Кремля. Стоим три часа, и если там захочется, можете самостоятельно прогуляться. Ну, опять-таки, по погоде. Как кому удобно? Ну, сколько раз нечего? Ну, и мы стоим.